В солнечный день в школу идти не нужно. Второклассница Маша Кудлаева с бабушкой гуляют по улице. Несмотря на рекомендации не ходить в музыкальную школу, девочка сегодня несколько часов занималась на фортепиано. Ну там есть приказ, но понимаете, там же нет массовой такой посещаемости. Там один-два человека занимаются у учителя, поэтому и там нет такого, что заразится человек и все. Если ребенок не болеет, почему бы не сходить ему, не позаниматься с учителем. Уроки делать буду, потом с братом играть. Школьники получают задания дистанционно. Учителя используют электронный журнал, сайт школы и страничку в социальных сетях. Проверять домашние задания учителя могут также удаленно. Если с одним из видов связи возникают проблемы, нужно связаться с учителями и получить задания из других источников. Домашние задания задаются в том же объеме, по всем предметам, и по технологии, и по рисованию, и даже по физкультуре. Ребята должны заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. Пока ребята занимаются на дому, в школе проводят дезинфекцию. Учителя моют парты, стены в классах. Технические работники специальным раствором обрабатывают коридоры и лестницы. Положили таблеточку, растворяем в воде. Она в теплой воде так быстро вообще растворяется. За два дня нужно успеть обработать всю школу. В детских садах также пришлось вводить спецмеры. У нас усилен утренний контроль за приемом детей. Прием ведется с медицинским работником. Также усилена витаминизация, ароматерапия. То есть чесночок расставляем. По череповцу число заболевших исчисляется тысячами. Из-за превышения эпидпорога ограничения ввели не только в учебных заведениях. Масочный режим везде, где можно. Затем ограничение посещений в больницах. Затем массовые мероприятия максимально приостанавливаются. То есть такие крупные мероприятия, либо же они как-то разрозненно проводятся. Ну допустим, какие-нибудь там турниры или еще что-то, где есть угрозы именно. Карантин в школах продлится до 18 февраля. Но о спаде заболеваемости ОРВИ и гриппом говорить рано. По словам специалистов, эпидемический период продлится около шести недель. И те ребята, которые не заболели, могут с пользой проводить эти внеплановые зимние каникулы.